Готовность Самары к зиме, уборке и вывозу снега обсудили на общегородском совещании под руководством временно исполняющего полномочия главы Самары Ивана Носкова. В совещании приняли участие заместитель прокурора города Артём Телегин, представители профильного департамента, районах администрации, ресурсоснабжающих компаний, дорожных и коммунальных служб, а также управляющих организаций. Иван Носков отметил, что первая проверка снегом обозначила слабые моменты, на которые нужно обратить внимание. Иван Носков, подчеркнул, всем организациям, занятым в уборке мусора и снега, необходимо работать качественно и оперативно, чтобы не было стыдно перед жителями. Иван Носков призвал не допускать появления снежной каши, которая смерзается и требует больших усилий, чтобы убрать ее. В дальнейшем на участках работ он намерен лично встретиться с руководителями профильных подразделений и предупредил, контроль будет жесткий, совместно с Государственной жилищной инспекцией Самарской области, прокуратурой и госавтоинспекцией. В свою очередь, город намерен поддержать те управляющие компании ТСЖ, которые регулярно справляются с поставленными задачами. Администрация города прорабатывает механизм субсидирования работ по вывозу снега с дворовых территорий. Главы внутригородских районов заявили о том, что такая потребность существует особенно в исторической части города, где условия для складирования снега стесненные. Стесненные условия районов, дворы настолько маленькие, что действительно требуется вывоз 100% всего снега, который выпадает. Необходимо этот вопрос решать. И замечательно то, что появилась такая возможность, если она будет реализована, по субсидированию вывоза снега со дворов. Необходимое количество техники, 292 единицы, обеспеченность 100%. Из них 89 собственных, 251 единицы привлеченные. Для проведения ручной уборки имеется 3007 уборников. Необходимо у нас по нормативам 3334, то есть обеспеченность составляет 90%. Напомним, за содержание придомовых территорий отвечают управляющие компании ТСЖ и ЖСК. За уличную дорожную сесть – подрядчики департамента городского хозяйства и экологии. За состояние общественных пространств – профильные муниципальные учреждения и предприятия. А за внутриквартальные и неразграниченные территории – районные администрации и МБУ. Ответственность за уборку снега возле многоквартирных домов, в которых на первых этажах расположены коммерческие организации, несут управляющие компании ТСЖ и ЖСК, которым коммунальные платежи перечисляют собственники помещений, арендаторы офисов и магазинов, пояснил заместитель прокурора города Самара Артем Телегин. Прокуратура ведется надзор за исполнением законодательства. Заместитель прокурора города Самара призвал и районные власти самостоятельно и более активно проводить проверки и привлекать нарушителей к административной ответственности. В рамках муниципального контроля есть возможность проводить контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с проверяемым лицом так называемое выездное обследование. Это отличный инструмент у вас для контроля за управляющими организациями, которые находятся у вас на территории района. Кроме того, в ходе совещания Иван Носков подчеркнул важность своевременного заключения договоров на вывоз снежных масл на специально оборудованные полигоны. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова, с уличной дорожной сети снег будет вывозиться на три площадки. В районе улицы Луны Абаза-Козелки на золоотвале БТЭЦ. Департаментом подписаны контракты на содержание этих площадок. Объем снега, который площадки точно вместят, до 760 тысяч тонн. Еще 240 тысяч тонн планируют складировать на частных площадках. Сейчас департамент выходит на проведение конкурсных процедур, чтобы найти подрядчиков. Также озвучили, что управляющие обслуживающие компании ТСЖ, ЖСК и МБУ заключили 75 договоров на вывоз снега. Управляющие обслуживающие организации, которые не обеспечат надлежащую расчистку территорий, будут привлекать к административной ответственности. А в некоторых случаях и к уголовной предупреждают прокуратура города. Штрафные санкции вправе налагать и административной комиссии внутригородских районов, руководствуясь правилами благоустройства территории города и территории внутригородских районов и законом Самарской области об административных правонарушениях на территории Самарской области. Если от снега и наледи не расчищены, не обработаны реагентами ряд прилегающих к дому территорий, не обеспечен свободный и безопасный проход жителей, возможно наложение административного штрафа на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. За неочищенные от снега и наледи кровли нежилых зданий и козырьков их подъездов на входных группах накладывается штраф на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 60 до 100 тысяч рублей. За неочистку кровель жилых многоквартирных домов наложением штрафных санкций занимаются региональная государственная жилищная инспекция и прокуратура. В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства действует положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства, которое, как правило, утверждается решением Совета депутатов внутригородского района. В качестве мировоздействия – предостережение. Если оно не исполняется, материалы передаются в вышестоящие надзорные органы. Елизавета Прокопенкова, Виктория Шарея, Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.